Всем привет! Если вы столкнулись с такой проблемой, как гаснет подсветка на телефоне LG D855, я расскажу вам, как это сделать в домашних условиях, с подручными материалами. Итак, начнем наше воскрешение. Для начала разбираем телефон. Нужно добраться до платы. На данном этапе я отчелкиваю все, что крепится к плате. Аккуратно снимаем плату. Снимаем экран, который защищает внутренние элементы платы. Чтобы снять экран, его нужно подковырнуть с держателей. Экран снят и есть доступ к плате. Проблема данной поломки заключается в том, что экрану не хватает питания. Для того, чтобы исправить проблему, действуем согласно схеме. Убираем стабилизатор напряжения и соединяем между собой конденсаторы, так как нарисовано на схеме. Канифолью лудим контакты, которые были отображены на схеме. С помощью паяльника я в этом месте удалил стабилизатор напряжения. Там, где мы лудили канифолью, залуживаем оловом. Берем любой многожильный провод. Снимаем изоляцию. Нам понадобится одна жила. Залуживаем один край проволоки и припаиваем к одному из конденсаторов. Отрезаем ненужную нам часть и оставляем нужную нам длину, которой хватит, чтобы соединить с другим конденсатором. Прокладываем проволоку так, чтобы не было контакта ни с каким другим элементом на плате, тем самым не получили замыкания. Свободный край проволоки припаиваем ко второму конденсатору. Вот мой вариант пайки. Собираем телефон в обратном порядке. При сборке старайтесь не сдвинуть проволоку, чтобы не было замыкания. Подключаем плату. В теории должно все работать. Посмотрим, как это будет на практике. С Богом! Телефон включился, подсветка работает, экран не гаснет. Все получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вопросы и предложения о будущих видео можете писать в комментариях. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok